Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем рассказывать вам о путешествии в Прим Благодаря Реал Туру, это у нас туристическая фирма Анапа, мы сегодня приехали в новом свете Сейчас нас ждет путешествие на катерах вдоль бухт, вдоль горы Абакая И я вот сейчас иду по новому свету, как здесь все красиво выглядит Поют цикады, райское место, вот у нас колосокол с левой стороны Древолидные можжевельники, можжевеловая роща в самом центре нового света И наверху тоже можжевеловая роща Вот сейчас мы проходим, здесь вот прямо возле моря квартиру ребята на четверых сняли за 3 тысячи Хотя здесь ценник был всегда самый большой из-за привозной воды Посмотрим шарма, жорика Шарма 250 и за 300 можно взять, покушать можно взять Новый свет набережная, людей в принципе много Там призывают всех отправиться на путешествия Цены на салатики, супы, барельки Вот еще цены Рощный оборуд Ставрида 100 грамм за 200 Кетчупы Это там Мороженое соревеним Чай Десять миллиметров взяли 350 рублей К нам вскоре Ягод И еще пиво на рожах И разные лимонады Выходим на пирс, чтобы засесть на водочке Конечно Все хотим туда Конечно Подкупаются нам все это море Посмотрите, какая красота Слушайте, ну людей на пляже Тут будет таки много, но тут пляжик маленький Если успеем, я вам его по приезду покажу обязательно Скала Сокола, ребята Вот это красота, да? Видно и шикарнейшее 473 метра высота ее Как в ней Сокола разглядеть, скажите? Это в море будет видно Вот первая гора Первый такой пригорок Это голова птицы Где белая башенка Это крыло А вся гора Это тело птицы Она лежит Лежит И тянется как бы клювом к воде В море будет очень табакая Табакая Гора Орел Так, наша дружная команда собирается вперед Отправляемся из бухты, чтобы посмотреть на красоты, дорогие мои друзья Потихонечку всех грузят на катера И мы отходим В первой бухте зеленой Это вот сам поселок Новый свет Всего их три у нас Вторая бухта будет синяя и третья голубая Царский пляж Зеленая, синяя, голубая Тропа Голицына справа у подножья горы Начало тропы, там люди по ней идут Кто туда, кто назад Мы на обратном пути, во второй синей буфточке Могу вас оставить прогуляться в грот Голицынский пешим ходом Полтора километра маршрут составить Это 30 минут Справа Орел, слева Сокол Это горы, коралловые рифы Сокол слева, который, это самый высокий коралловый риф в Европе 474 метра Под водой все было, да? Фильм 3 плюс 2 смотрели? Да, тут снимался Конец набережной В самом конце набережной Там бетонный причал На том месте Сейчас волной качнет Главное в такт не раскачиваем Что, раскачал? Это сильно, да? Главное в такт не раскачивать Два балла у нас дальше шторм Конец набережной Бетонный причал На том месте стоит Запорожье с волком Весь фильм почти снимали здесь В зеленой пухне В 1954 году там не набережной причал Постимай что-то Князь Голицын Основатель завода Массандры Солнечной долины Абраудилсо В Новом Стрете у нас снова завод шампанский Это отец всего русского виноделия Завод сам находится Вот в этой горе Двадцать тоннелей Четыре километра Общая протяженность Отель Винтаж За ним территория завода У подножья горы И все тоннели Вот в этой горе Оттуда за этажом Вот так Хобби в эти тоннели Постоянная влажность Температура Идеальная среда Для выращивания шампан Шапочки, кепочки Там аккуратно Проходим грот в Шаляпино Либо эстрадный грот Мы потом пройдемся здесь пешочком Пока идем по волнам У нас в море волнения два балла То есть с волнами идем Очень круто Виды просто суперские, друзья мои Я когда прогуливался пешочком Даже не мог себе представить Что здесь с воды будут Вот такие великолепные виды Красота какая, ребята Вот торчик урчит И мы подходим уже Ко второй бухте Который состоит Вообще пляже Нового Света Как тебя? Это мыс Капчик Вторая бухта Синяя Это очень глубокая Каменистая бухточка Еще ее называют Разбойничья Или пиратская бухта Здесь глубина идет Сразу от берега Под нами 20 Середина 25 Примерно метров Глубина Мыс Капчик Гора Дельфин Это узенькая коса каменная Перед нами Вот этот мыс Он узкий Длинный Это коса За ним голубая бухта С той стороны По нему поверху Можно погулять А сейчас на него Выход разрешен? Ну До конца выход Можно на него? Нет, там вот заборчик Проход запрещен Но люди ходят Это на свой страх и риск Некоторые падают Два года назад Продюсер там упал С этого мыса Продюсер чего? Рассмотрелся в телефон этот И упал Что с ним? Ничего уже Наверху на мысу Здесь По самому перешейке Сверху Стоит палаточный городок Через второй километр В руле Оранжевые Красные копеечки Кемпинг Богатый студентом Здесь пуговки на лодке Обгорает Ждет когда Как Шонова А тот закапывается Специально Машину песка Завозили на мыс Чтоб тот закопался С маской с трубкой Разбойничья бухта Это самая глубокая Ребятки Сейчас мы подойдем К сквозной пещере Выход Сквозной грот У нас Мыс проходит Эта пещерка Вход со стороны Голубой бухты Здесь выход на эту синюю Пираты 20 века Смотрели такой фильм? Да Прячутся Они в пещере От пиратов Момент фильма В Голубой бухте С той стороны Стоит Меркурий Когда он в бухте Ищет фарватер И вот эта пещера Сквозной грот Они здесь прячутся Ходят следят В Голубую бухту На ту сторону За теплоходом И потом когда ребята ушли Девушки остались Здесь сами на выходе Вот пещеры Их в плен берут пираты Это вот здесь на выходе Да Вот здесь на выходе пещеры Легучих мышей Колония целая На обратном пути Мы когда вернемся С вами с Голубой бухты Вот на этом пляжике Можете выйти Ага И прогуляться Грод Голицынский Изнутри Сейчас мы с вами Будем проходить мыс Оттуда дует ветерок И волна есть Будет небольшая зона Турбулентности Может побрызгать Купание включено В стоимость входит Так что не переживайте Это гора Дельфин Либо мыс Капчик Я летал Вокруг него У меня есть видео отсюда Вот так чтобы Посмотреть на него Прям снизу С катером Мы такого еще не делали Здесь видите Такой пляжик есть закрытый Ух 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 Нас поливают водичкой Жизнь 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 Если хочешь жить Жизнь Нормально Нормально Вы еще живы, ребята? Да Пока Это огнище Это эмоции Ух 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 Один Не стал Делал без каскадера Это Третья Бухта Галубая Бухта Мы сейчас по ней Прокатимся Ввернуться Обратно в синюю Там волны нет А вот эти Как скалы Это ATION-городный Наблюдательный Пост за морем Это 13-14 веках Следили, что вдоль берега, со стороны Алушты, вражеские корабли не подкрались к Судаку. Все побережье до Медведь-горы, а Юдага просматривается. Вот у нас Медведь-гора, самая левая, можете в дымке разглядеть. А тут еще говорят, какое-то место там есть интересное. Адамово Ложе, храм Тавров. Да, 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 что-то такое. Седьмой век до нашей эры. Тавры-язычники приносили жертвоприношение. Там такое ущелье, ступеньки. Они еще сохранились седьмого века до нашей эры. Есть туда пешие экскурсии тоже. Очень интересно и красиво. Когда-нибудь доберемся? Одна тропа Голицына идет вот здесь посередине склона. Уходит вот в это седло. И одному уложу вот на этой вершинке, с той стороны, чуть-чуть как в поселку Веселое. Только на вершинке, с той стороны. Это полазить, поискать. Там сверху каменные лабиринты еще. Холодные пещеры, лестница обезьян и много всего интересного. Чисто в одном месте. Все тропа промаркирована. И так одна тропа идет. И одна вот так через лестницу обезьян, через нижнее седло идет. Если полазить целый день, там все найдете. Как бы погружить. Паша, остаемся? Там столько лазить можно. Не-не-не, как лазить? С меня на сегодня хватит. Паша, нет. Ты что? Мне еще вам тропами с тобой назад возвращаться. Вы сказали, у меня дети. Я запрямую вас по курсу. Ты же меня не донесешь. Царский пляж. Сегодня он не очень царский. Здесь волна, мутно, грязно. Задул юго-западный ветер. Это вот оттуда, со стороны медведя ветерок дует. И сегодня здесь не очень чисто. Этот пляж, само имение и дегустацию завод посещает в 1912 году Николай II. Отдыхает он в Крыму, посещает Крым на своей яхте. Штандарт в сопровождении кораблей Черноморского флота. Князь Голицын приглашает его в гости. На этом пляжике он побывал в само имение, посетил и завод. После этого называют пляж Царский. Пешком не ходил, яхта штандарт. Бросала везде якорь, его лодочкой подвозили. Так, разворот, брызгать будет. Поехали. Жалко, конечно, что волны сегодня. Бежи, главное, чтобы на него вода не попал. Паша спасает квадрокоптер. Спасаю! Массив скал еще у меня в общем приоритете для посещения. Я надеюсь, что когда-то сюда мы выберемся. Из лайтовой поездочки мы превратили как бы в экстремальное путешествие. Все, Паша, ныряй. Ныряй, что можно. И мы прибываем на разбойничью бухту, ребятки. Вот так вот высадились на пляже. Я на этом пляже купался. Место действительно крутое. Ух. Экскурсия. Все, спасибо большое. Капитану. Мы отправляемся дальше. Количество людей, которые тут путешествуют по этим склонам. Клесочкам. Вот, Паша, специально для тебя показываю. Предлагал тебе подняться чуть вверх, чтобы увидеть всю эту красоту. В лодочке это, конечно, одно. Но когда ты стоишь и смотришь на это вживую, совсем другое. Какой здесь воздух, друзья мои. Это просто такое что-то неописуемое. Капитание, фантастика. Капитание, фантастика. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 этой скалой это непередаваемое ощущение. Везут эти вот грубые камни. У них когда-то отводились от этой скалы. Понимаете, может проходите, здесь ба-ба, камни пахнут, я упал. Ну, пока это туристические маршруты, мы по нему гуляем. Смотрите, и скалы прям готовы обвалиться. Здесь нависают это, смотришь так, ух ты, я такой иду здесь. Тут ходят миллионы людей, поэтому здесь кому-то не повезет. Это просто статистика. Вот музыка катера. Людей, кстати, тут приличное количество бегается. Почему-то больше всего, наверное, девушки пробегаются по этим маршрутам, потому что мужчины не все готовы поменять бухло, короче, на путешествие. А зря, мужики. Ведь это самый кайф, который только может быть в жизни, качать свою кровь. О, красненький. О, здесь просто видно. Какой аромат можжевелки. А еще и звуки цикад. Это что-то. Камни ополированы тысячей ногами. Не ходите в шлёпан всех, которых я иду. Я просто к ним привык уже. Очень сильно вам будет тяжелее здесь передвигаться. Лучше хороший робот выбирать. С детками тоже двигаться. Молодцы. Вот здесь самый сложный участок. из всей тропы. Потому что и камни вот такие, видите, лестница. Ну, Паша уже преодолел это место, поэтому и я его тоже. Он обреждает. Ах, ах. А что, что здесь перилы? Здесь-то они помогают очень сильно. Круто. Места моя. Аюдак. Я сто процентов к тебе приду. Обещаю. Надо команду собрать. Любители повазить туда щемануться. Там пара пошла. Парень с девушкой, девушка вот на такой платформе идет. Или вот так. Офигеть. Вот это экстрим. Они сейчас дойдут до этого спуска и просто припопутать. А, смотрите. Отсюда вообще просто. На бухту. Ну, у нас впереди грот Шаляпина. Смотрите, здесь такие вот беседочки. Тоже бесплатно приходи. Отдыхай. И поворачивай за угол. Тут открывается тот самый вид, ради которого вообще все сюда и идут. Как тебе? Да ничего. Потихонечку идем. Нет. Видите? А, ну как ты гендер. Ну, еще не дашь нам там грот красивый. Грот красивый. Да, но трассы какие-нибудь прекрасные. Здесь тоже встречаются такие вот сложные места для запуска. Ну, Паша их как в Сайгар преодолевает. Смотрите. Покажи, Паша, класс. Оп-оп-оп. Все. Красиво. Смотрите. Камушки как лежат. Как лепестки у цветочка свисают. Мы под ними проходим. Это тоже вот прям. Вау. Ну, маршрут, честно, легкий. Идешь прям. Девочки, разрешите вас обогнать? Спасибо. Нам чуть-чуть остается. Вот буквально за вот этими камушками сейчас откроется тот самый вид на город, который вы, наверное, видели на множество фотографий. Хотя, мне кажется, самое красивое, это вот та вот дорожка, вдруг вдоль скалы. С самого начала, когда идешь, там еще какие-то некие фантазии. Посмотрите на эту природную красоту. Просто фантазии. Когда впервые пришел, такой, ну ладно. Это так красиво было. Когда-то. Давно-давно первые эмоции я их помню. Это вот сейчас они происходили. Такую дерзку. Вау. Вот это да. Отсюда, знаете, какая-то прям вот, слышите, да, появляется звук совершенно другой, как у моря. Надеюсь, что это передается к камере, микрофон, где вы можете это прочувствовать. И потом, типа, вау. Какая-то невероятная музыка. Какая-то редкая. Оттуда еще люди прыгают со спал. Ну, не делать так. Не надо. Прям последние ступеньки. И вот уже. Не надо бегать. А когда ступеньки зовут, у них, чтобы разогнаться, как устоять, да? Радует. Поставим мусорки здесь, смотрите, вот здесь чистота. Конечно, он даже скажет, что оп, в голову прилетел. Слушайте, ну, прямо место видоизменилось в последний момент моего посещения сюда. Выглядит совершенно по-другому. Здесь вот как раз-таки, видите, для вин такие специальные вещи лежали. Какая-то зона с бочки сделана. Тоже очень круто смотрится. Видите, что лавочки стоят, нужно посидеть. Говорят, что Шаляпин здесь распивался. Ну, насколько это правда, говоришь, что он не разу здесь даже не был. В общем, истории разные ходят. В любом множестве по поводу разнообразных тем. Адель, готовьтесь увидеть волшебнейший вид. Тринадцать. 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 Девять, ну, что? Ну, что? Ну, что? Потом же мамам с ним будет. Я все слушала. О! Я все слушала, сейчас расскажу. Я знаю. Все, Паша, чувствуете, что уже мы рядышком. Появились новые силы, да, Паша? Как туда? Я старый, нормально, расходный. И вот такая вот тропа идет на сдачу. Скажите, красота, ребята. По-моему, фантастика. Все, мне удалось поймать момент, когда никого нету сделал. Просто умопомросительное фото отсюда. И это прям круто. Жучи в фотографии с видом на гору Сокол. Это действительно завораживающие кадры с корабликами. Очень круто. Тут где-то приходят по рыбачке с коммуном. Такой прикольный, мне кажется, отдых здесь именно в новом свете. Единственное, что воды своей нету. Всегда привозная. Ну, ценник, я узнал, тут три тысячи за квартиру. Ребята платят по четвергам. Это прям меня очень удивило. То есть цена вполне себе хорошая. На берегу моря. Всегда, возможно, что прогулок. Единственное, может, повеселитель, развлечения мало. Хотя, думаю, тут тоже есть танцы набережные. Видите, такие заведения. Там мужчина вытащила рыбу и все накинулись. Рыба, рыба, папа, иди за удочкой. Это вот тоже по пути. Лавочки здесь стоят. С такими шикарными видами. Вот этот кусок скалы. Бойферу заворажены на звук. Как раз-таки цикап. Вот это я как-то смешно, где-то с носа постричь, или прищный. Кто скажет? Морские волки, ты опять не прав. О, а здесь кружок самоубийц, я их называю. Они прыгают прямо сюда сверху вниз. Здесь очень интересное место. Очень позитивные отзывы здесь. Именно многим нравится. Так что, если вы отдыхали, пишите тоже, как вам. Вот это вот, с этого сверхура прыгают туда вниз. На море белый песок, маршрут подходит к концу. Дружок, подписчик на наш канал, чтобы каждый раз ты знал о том, как круто на море отдыхать и вместе с нами путешествовать. Будем рады вас видеть, друзья. О, еще одно красивое место. Все, теперь самое главное, возвращаем самим спринг, пятой источник. Водичку в организм. Паша взял 2 литровую, сейчас одна была с двух рук, одну вторую. Ну зачем? Ну просто красиво.